Профилактика 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 Обсуждали новость Попалась нам на глаза О том, что Четыре иранских футболистки Оказались мужчинами Ну вот Вот такое Это называется Не прошли гендерные Гендерные пробы И нас крайне Там еще и пробы Мне кажется Там взглянуло Все понятно Ну может это Выросло Женщина при этом Я не знаю Это вот нам сейчас Евгений Александрович Расскажет И мы задались вопросом Ну вот Мужчина Который Трансформируется В женщину Он сохраняет всю эту Мужественность Там силу Прочее прочее Это был бы Это неплохой читинг такой И Евгений Александрович Объяснил вам Что нет Не сохраняет А даже какой-то Вот пробежуток времени Ну вот Перед Олимпиадой Поменял Выступил В женском разряде Как только нет Тестерона Нет настроения Нет ничего То есть Как только яички Например У них удалили Да Там через 2-3 дня Все Драйва нет Нет силы Слабость Депрессия Если не дать Заместительную гормональную терапию Женскими половыми гормонами То все Ну в общем Надо сейчас издалека Начинать Давайте Я предупрежу всех Мы даже опрашивали Наших слушателей На предмет того Насколько им интересна эта тема Потому что все понимают Что да Сейчас будет Эта тема И наше обсуждение Будет изобиловать Всяческими медицинскими Физиологическими подробностями Кто прям Собирается ужинать Может быть на 14 февраля Столик заказал И в ухо слушает Не надо Выключите друзья Потом Потом послушайте В другу Потому что это будет Но тема очень интересная Детей подальше От радиоприемников И всяких людей Со славой психики Которые не определившиеся Их тоже подальше А то они наслушаются А вы врач Врач же да Уролог-андролог А что такое андрология Андрология Это наука о мужчинах То есть чисто О мужском организме О мужском здоровье Андрос Мужчина с греческого Андролог Логос Наука Логос наука Понятно Вот самый первый вопрос У меня возникает У нас в стране Много таких операций делается? Ну По сравнению с чем? Если сравнивать Хорошо что делается вообще На Кубе не делается вообще Это законом запрещено Ну вот казалось бы В Иране тоже там Достаточно нетерпимое отношение К гомосексуалистам Но вот операцию Нет А это не гомосексуализм Это вот мы Мы эту еще мысль запомнили Когда с вами по телефону разговаривали И к этому мы обязательно вернемся А почему вы сказали Что хорошо Что мне кажется Хорошо что вообще делается Конечно А почему хорошо? Ну потому что люди Вы понимаете У них нет выхода Если они не могут Поменять свой пол Ну представьте Родилась Якобы девочка До шести лет Она не понимала Не определяла свой пол И тут шесть лет Она понимает Что она вообще мальчик А как это? Это сама по себе Ее заставляют там Ходить в платьях А ей вообще это не надо Она начинает дружить С мальчишками Ей интересны машинки Она пытается играть Там в шахматы Как-то каким-то образом А ей вообще не интересно Вот эта женская жизнь А потом когда Четырнадцать лет происходит К четырнадцати годам Там к тринадцати годам Когда пубертат Ей начинают нравиться Просто девочки И да Вот то есть Она смотрит на девочек Она пытается Их защищать Вести себя полностью Как парень А когда До нее доходит Что Извини Но тебе с фенотипом С внешним видом Не повезло Просто не в том теле Вообще оказался И она всем говорит Извините Но я мальчик Это как душа в клетке Расскажите пожалуйста Ну с научной точки зрения Что это такое Как этот человек Родился в одном теле Хотя у него там Гормоны должны быть женские И все должно быть женское А он ощущается мальчиком Вот как это вообще возможно Я думал что это проблема воспитания Да нет Это в советском союзе Проблемы были воспитания Поэтому все и рухнуло Здесь немножко все не так Тут проблем нет в воспитании Тут проблема закладки Во время эмбриогенеза То есть когда У нас формируется плод Если женщина испытывает Сильные стрессы Кроме того Я разговаривал недавно С психоневрологом Очень такой грамотный человек Говорит Слушай Мне очень интересно Нейроэндокринология То есть какими гормонами Общается между собой нервы Как вообще это все получается И он говорит Слушай Мне тоже интересно И пообещал даже книжку Там какую-то принести И он говорит Что-то как-то Мы смотрим А у нас вот после того Как во время сохранения Беременности Применяли Приднизолон Вот в те годы Это 80-е 70-е Там года Вал пошел Каких-то отклонений Гомосексуализма И трансвестизма То есть сейчас Это подняло голову Посмотрите Сколько сейчас этого стало Ну да Поколение Во время беременности Кололи другие гормоны Которые Мешали Нормальному ходу дела То есть Если Должен случиться Был выкидыш Что он должен был случиться У нас была тактика В свое время Это не значит Что плохо Просто не знали Что делаем Но пытались Сохранить любыми путями Беременность Женщины И женщинам Вводили препараты И сейчас Постфактум Уже оцениваем Извините А вот те кто Что выросло Из того Кого сохраняли У кого-то ничего А у кого-то Есть и проблемы Со здоровьем Организм Просто так Не избавляется От плода То есть Подождите У возросшего Количества Людей Нетрадиционной Были проблемы В эмбриогенезе Да То есть В этом есть некая Фармакологическая Прям причина Есть некая Можно подозревать То есть Это Никто же сейчас Не скажет Лет через сто Признается Сейчас Вы зачем Спрашиваете Нет Но преднизолон же Кололи 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 И сейчас Сейчас вот например Профессор Розинский Он вообще против того Чтобы сохранять беременность Если Так происходит Что она Происходит То есть Отторжение плода То есть И значит Говорит Ну и ладно Следующий зато Будет нормальный Подготовишься И лучше будет Потому что сейчас Все Начали думать Начали думать И посмотрели Ретроспективно Оценили То что Происходит Нездоровые дети Нездоровое поколение Нездоровая Среда обитания Вспомните Те года Когда это был Восьмидесятый год Девяностый год Одних Сплошные Хронические стрессы Ну да Период был Тяжеловатый Для всех Потом появились Через 10-15 лет Дети Индиго Помните волну Да Тоже Что с ними делать И как жить Да Кто виноват Дети вообще Которые вообще Не понимают Что происходит Во внешнем мире Они якобы Растут вперед А оказалось Никуда они не растут Просто Дети Тоже не очень правильно Потом Это засильный метросексуализм Среди молодежи Ну короче Какой-то Подождите У всего Я так думал Что это вот Это 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 не влияние Того Что упал Железный занавес Нет 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 Это Подождите Это очень интересно Причем Причем тут Американцы Если извините Вы же сами Там Мужчина Да И вы знаете То что На развитие Вашей сексуальности Кроме вас Самого Ничего повлиять В принципе Не могло Лишь бы Только Не насилие Да Скушав Гамбургер Мужчина Не бросаешься Да Вот в чем И дело Если девочка Нравится То она нравится Еще даже С детского сада Ты к ней тянешься То есть Подождите Это такая вот История Которая Ну вернее Это вся проблема Лежит в глубинных Ядрах гипоталамуса Если вот посмотреть Уже глубоко Прям по науке Как все любят Да Где причина В глубинных ядрах Гипоталамуса Ядер очень много У гипоталамуса Функции еще Полностью неясны Мы знаем то Что есть ядра Которые отвечают За либидо То есть За желание Есть ядра Которые отвечают За аутоинтификацию Есть я Я есть Да И кто Я мужчина Почему я мужчина Не потому что У меня мужские половые органы Ну потому что Я знаю что я мужчина Почему Ну потому что Вот такие у меня Ядра гипоталамуса Да Они отличаются Было доказано Еще Как-то Увлекся тоже Этим вопросом Потому что Бывают Очень 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 Красиво Сделанные Трансгендеры То есть Действительно Попали в руки Грамотного эндокринолога В руки Грамотного хирурга И сделали Пластического хирурга И сделали Многое чего Для того Чтобы получилось Действительно Красиво С одной стороны С другой стороны Они полностью Имитируют Либо чувствуют себя Там женщинами Или мужчин Даже из мужчин В женщину То что вы говорите Они полностью Похожи на женщин Они Настолько у них Идеально Подобрана Гормональная терапия Что Они извините Выделяют Феромоны Женские Ничего себе Дело все в том Что Генетически нет А получается Где-то На подкорковом уровне Да И вот Подождите Вы когда Описывали Как ведет себя Условная девочка Вернее Условный мальчик Который с рождения Был заперт в тело девочки Выражаясь вашим языком Это в принципе Именно Такое поведение Вы просто сказали Что это не гомосексуализм А это проблема Трагедия и беда Представители Гомосексуального сообщества Так же себя ведут Только они там не делают операцию Нет Подождите Гомосексуализм Это вообще гомосексуализм Это отдельная тема И там И лезбия Это тоже отдельная тема Дело все в том Что гомосексуалист Он себя считает мужчиной А То есть А это прям вот На таком уровне Действительно Он прям считает себя Мальчик Я мужчина И мне нравится мужчина Лезбия себя считает женщиной И ей нравится женщина И она хочет видеть Человек Которого она будет держать За ручку Тоже женщину И ей нравится Что она женщина И та женщина и у них все хорошо, и гомосексуалист также считает, неважно там кто в какой роли, дело все в том, что транссексуалы, они считают себя противоположным полом они не принимают себя за свой пол вот, понимаете в чем? то есть здесь вот не надо путать, то есть это получается душа попала не в то тело и здесь есть проблема такая, да, некоторые пытаются, ну это я не знаю, конечно некоторые пытаются заводить семьи, много таких то есть пытаться жить по стандартам то есть вопреки внутренним убеждениям, да, там очень много было таких во времена и Советского Союза но ни к чему хорошему брать не приводит, да, они пытаются там, если это мужчина, сидит там женская душа, женская сущность да, они даже, от них получаются дети, нормальные дети никакие там, извините, не дебилы потому что в нашей стране все что угодно могут сказать нормальные совершенно дети уже доказанный факт, что и даже от даунов нормальные дети получаются да, если даун с дауном то будет, потому что это генетика вот, это свои законы биологические но дело не в этом получается совершенно нормальные дети и вроде бы все хорошо и вот в тот момент когда нужно уже охранить свое потомство не срабатывает нет инстинктов а гормонально как-то догнать эту ситуацию нельзя обязательно снять пол? нет, никак были такие попытки были попытки экспериментов и над гомосексуалистами были попытки и над транссексуалами но дело все в том, что ядра гипоталамуса которые отвечают за либидо за самоощущение за аутоидентификацию они не те уже они сначала изначально не те и рецепторы на них ждут женские половые гормоны если мы говорим да, про мужчину то есть родился мальчик но у него рецепторы прям ждут женские половые ему плохо от мужских если ему еще добавить больше мужских он может сделать что будет? да нету еще что будет он в худшем случае они обычно жизнь самоубийством заканчивают а вот обратная ситуация вот если гипотетическая но я уверен, что вы знаете а если вы там ребенка, который родился ну вот абсолютно нормального вдруг вот такие эксперименты были начать воспитывать вот полностью как там ну мальчика воспитывать как девочку ну то есть вот покупать ему кукол надевать на него платье и т.д. и т.п. и заставлять его вести как девушка с какого возраста? да вот с самого начала где-то я просто читал про какой-то такой то ли эксперимент то ли какая-то пара сумасшедшая европейская вы знаете ну все ничего ну может быть от родителей если там они сумасшедшие да нет это ненормально да ну по большому счету детей-то надо спасать от таких родителей ну это же Европа там же много нет ну мы сейчас разговариваем с научной точки зрения да ну по большому счету вы сами понимаете если вот эта псевдо-девочка чувствует запах настоящей девочки да там в лет 14 когда заработает вомернозальный орган когда половая система заработает у этого мальчика естественно у него будет адекватный биологический ответ да это будет сосудистый феномен эрекция и он вот это все снимет с себя и пойдет туда обстражет волосы и все то есть невозможно дело вот в чем главное чтобы не было насилия никакого да над детьми это первый момент второй момент потому что там что-то ломается в психике а то что там некоторые родители ну с ума сходят еще сводят с ума своих детей ну смотря как они это делают много нехороших примеров да и как бы тут момент такой что все равно здесь природа может еще победить а так по большому счету ну как глумятся над своими детьми но наших не трогают а вот мы когда разговариваем разговариваем но в плане органы есть да в плане в плане того что у них органы этим занимаются у нас то не занимаются ну тоже занимаются вроде как но в той или иной степени это тема другого разговора как называется просто шумов терминологически люди которые подверглись операции вот оперативным вмешательством транссексуалы да в смысле трансгендеры трансгендеры вот я просто трансгендеры транссексуалы это одно и то же а трансвеститы это те которые переодеваются все затвердили хотя не хотел затвердевать это ну ладно я просто хотел задать вопрос а они допустим мальчика из которого сделали девочку это настоящая женщина полноценная или это все-таки имитация эмоционально женщина физиологически ну рожать нет ну естественно не у некоторых если так говорить серьезно то у некоторых иногда ну колокольню срывает бывает такое что они действительно чувствуют приближение месячных о каких там месячных можно говорить если они получают просто женские половые гормоны все а это они вводятся таблеточки там несколько кому одну кому две кому три в зависимости от массы тела и вообще если это был массивный мужчина то естественно там и побольше и это до конца жизни такая громадальная терапия до конца жизни до конца жизни получают эти препараты дело в другом они получают эти препараты хорошо если хорошо все сложится и он рано или она рано поменяет пол правильно рано это до какого возраста считается да хотя бы ну вообще по большому в лет 25 уже надо определиться точно да потому что в 26 надо идти работать но в 23 года обычно они уже стоят на учете сейчас ведь вал пошел после того как советский союз разрушился вал вот этих пациентов пошел которые все это время молчали дело все в том что они даже и с гомосексуалистами не дружат и с лесбиянками тоже не дружат почему потому что они так же не могут с ними общаться он считает себя мужчиной почему он должен там с лесбиянкой или с гомосексуалистом общаться то есть это вообще другая каста они могут как-то там дружить но в лучшем случае может быть а так вообще ну то же без какого-то сексуального влечения и эротические подопреки им это тоже как бы не особо все приятно это нормальные люди просто в другом теле вот в чем все дело а какая операция сложнее из мужчины в женщину или из женщины в мужчину мы знавали этот вопрос да да одинаково сложно одинаково сложно? а мужчина точнее мужчина который раньше был женщиной он детей иметь тоже не сможет нет то есть это все ну формально все-таки это имитация конечно ну понимаете дело все в том что мы человеку дарим вот этими операциями даем дарим социальную адаптацию то есть это главная цель если это женщина да и женщина если это мужчина генетически но женщина то есть внутри да сидит и она получает извините меняет поло убирается значит наружные мужские половые органы ей формируют влагалище делают груди да это потом сначала болит там что-то чувствует не чувствует все-таки заживает и когда она начинает жить половой жизнью начинает жить половой жизнью да появляется если половой партнер при этом да постоянный а такие случаи есть кстати их половые партнеры не всегда знают о том что это бывший мужчина да и могут всю жизнь вообще прожить так то есть настолько качественно делается операция что мужчина не рассказывает но как вы истории из Таиланда вы не знаете я не был во-первых мы не были да кадык простата все это убирается убирается тоже хирургически я не всегда могу определить если например кто-то там из коллег в Таиланде что-то сделал я не всегда я только по длине рук уже кадык убирается ну очень быстро нос исправляется предстательная железа да зачем там там это не мешает нам это не видно да профессионал не поймет да отсутствие длинные руки только могут выдавать длинные руки так и то они их носят так как бы чуть-чуть приподним ну это женщины понимаете разные пропорции ну то есть да у мужчин длинные руки если у всех у большинства среднестатистических мужчин руки длиннее чем у среднестатистической женщины конечно только по рукам но еще по манер немножко говорить потому что связки голосовые если они успели огрубеть в кубертате когда он еще был мужчиной то естественно под действием женских половых гормонов они чуть мягче станут да немножечко голос поменяется повыше станет но все равно можно услышать и вот только по набору вот этих данных длинные руки голос немножко говорит немножко я женщин с басом встречал нормально это естественно бывает но здесь такой момент что с этими вот такими людьми да главное не ошибиться и их не обидеть то есть и не дать понять что заподозрили понятно друзья мы прерываемся на короткие новости а потом вернемся к этой интересной теме 5533 в начале майка если есть вопросы задавайте профилактика 20 часов 36 минут столицы профилактика лайт Алексей Поляков Илья Савельев разговариваем с Евгением Александровичем Грековым урологом-андрологом о технических и психологических аспектах изменения пола про психологические вроде бы поняли это от рождения это не лечится гормональной какой-то терапией нельзя то есть привести ребенка ну а не ребенка человека в соответствии по ощущениям со своему полу если это уже есть при рождении вот несколько вопросов сейчас секундочку был какой-то интересный вопрос а ну вот а не проще гормонами оправить гипоталаму чтобы мальчик начал чувствовать себя мальчиком мы объяснили вроде бы достаточно четко ядра уже выросли все обратной дифференцировки не будет или в другую сторону все да а вот кто в Таиланд во всем мире впереди планеты всей в плане операции по смене пола а там и по количеству и по качеству и по качеству и по количеству и в принципе и по терпимости то есть ну там другая история там эта история с ядрами не связана никаким образом да у них да у них больше это из-за чисто финансовых проблем в стране а что случается с мужчиной который и чувствовал себя мужчиной и был мужчиной потом бах он женщина а внутри то он мужчина ничего не поменялось но они же как раз таки оставляют половые органы себе наружные да мужские а чтобы получать мужские гормоны вот вот собственно ответ на тот вопрос который мы за кадром они могут улыбаться они могут улыбаться там туристам все как хотят да там Таиланд вообще загадочная страна они могут улыбаться как хотят вести себя с мужчинами там приезжими как хотят и в постели и на людях да как хотят Но при этом не надо забывать, что они остаются мужчинами И многие туристы в шоке Ну это да, это самое Они напьются там И все, и просыпаются Непонятно вообще, что было-то Все мои друзья, кто возвращался Говорят, что не то, что попадали Но видели вот таких, от каких историй там в Таиланде Ходит сумасшедшее количество, просто сам не был ни разу Смотрите, вот, пошли вопросы прям по делу Встречаются ли случаи симуляции? Как вообще определяется показание к операции? Как эти люди ставятся на учет? С ними сначала работает психолог Галина Красноярск интересуется Ну вообще ситуация очень В России немножко напряженная Специалистов в России очень мало Я вот знаю Наверное всего лишь Трех Кто ими занимается Кто сможет перевести полный комплекс операций Нет, не комплекс, только психологический То есть просто оценить Там идет тестирование, расспрос Даже четырех, да, людей Которые это могут сделать Тестирование, расспрос Кроме этого, сразу Дифференциальный диагноз проводится Они шизофренили это, да Но все зависит еще, видите От личных качеств человека Если человек нормальный Нормальный человек Сам доктор, да, потому что мы знаем И такие случаи, если где-то в регионах Например, вы можете посмотреть Такая Юлия Соловьева Которая пыталась поменять пол в 45 лет По России Один показывали мы С ней тогда снимались В передаче Она бывший журналист Журналистка, которая Писала о футбольных матчах Спортивный журналист Да, двое детей Там в прошлом где-то В армии была То есть чего-то Где-то как-то там Запутанная история В 45 лет Решила поменять пол С чего вдруг? Свобода появилась Она сама из Где-то из северных Районов нашей страны Не буду говорить Ну, как бы можно посмотреть Да, там Поменять пол решила И дело все в том, что Ей сразу диагноз ставит Шизофрения Не доразобрались Шизофрении нету Настоящий ядерный Транссексуализм У нее диагноз Потому что сначала Был скрыт Она латентная форма Она пыталась В соответствии С Советским Союзом Жить, да А ничего не получилось Два брака Двое детей И все равно Все в одну сторону Скатывалось, скатывалось И в 45 лет Уже закричала Не могу, хватит Извините, но я женщина Что вы от меня вообще хотите И я Обычная женщина Когда получила Женские половые гормоны Сразу стала говорить Вы представляете Я там с трех таблеток Звонил Говорит Я чувствую себя как-то хорошо Я и понять не могу Мир красками наполнился Солнце Солнце Воздух Воздух Дождем Все, да Вот заработали Она изначально была мужчиной? Она мужчиной была А, вот Все, теперь понял Не мог связать Десантник Десантник? Серьезно Очень серьезно Подождите А сколько стоит в Таиланде Вот весь комплекс операций По смене пола? Ну вообще Дорогое удовольствие? Ну для 18 где-то 18 тысяч долларов Но это было Три года назад Сейчас я уже не знаю Ну технологии Технологии Улучшаются Технологии Технологии у них Улучшаются Технологии у них Конечно лучше Но дело все в том Что у нас же есть еще И транстуризм туда То есть люди Платят как за путевку Так В самолете В тесном душном Вонючем Извините Их туда везут Делают операцию И на третий-восьмой день Третий-восьмой день Их выписывают Вот с этими шрамами Совсем вот эти Вот этот тесный Ужасный самолет И обратно на родину Да сюда в России И кто тебя будет выхаживать В принципе это неизвестно Это те у кого Которые копили деньги Но у кого деньги есть Могут и там Позволить себе пожить Да то есть Ну в любом случае Это все Болит извините А человеку лететь Надо 15 Сколько там 12 часов лететь Ну там очень долгие Не долгие Вот с этими Грудью Полаворы Ну все Все непросто То есть вообще По большому счету Кто дошел до конца Даже тот кто Получил справку То что можно менять Паспорт это герой В нашей стране Нужно Будет 5 лет Наблюдаться у психиатра Предварительно Конечно То есть если вы придете Скажете Вот что такое постановка на учет Как это происходит И куда ставят на учет человека Вот пришел некто Ну в некто пришел Хочу стать мальчиком Да Хочу стать мальчиком Я мальчик Я не чувствую себя там Женщиной Приходит он в дурдом Или сначала он к психиатру В поликлинике Его отправляют Психоневрологический Диспансер Потом надо собрать Комиссию При наличии Специалистов А специалисты Должны быть Не просто там Какие-то А определенного уровня Да Если специалистов Нету Тут он набирает А бы кого Вот Информально Да Ну это По большому счету Да Люди которые Вообще с этим Никогда дела не имели К сожалению Вот как оно Получается Люди которые Никогда не имели Дела С транссексуалами Они относятся к ним Как к людям Просто с нетрадиционной ориентацией И появляются отсюда проблемы Несчастный человек Начинает к ним ходить Долбиться Придете позже Вы Вы должны Вот это сделать Потом все-таки Если он Сообразил Да Нужно ехать в Москву Там становиться На учет И если его Не турнули То его ставят В Москве на учет Если Турнули Да То есть Он ездит к себе А там Замкнутый круг Нужно 5 лет Наблюдаться У Психолога Психиатра Психосексопатолога Там Это Непростой процесс Постоянно доказывать Что ты Не хочешь поменять На середине пути Свой путь Да Обратно вернуться То есть А ты не женщина Или ты не мужчина Нет Ты не симулируешь Нет Каких-то корыстных Каких-то целей Да Корыстные цели Ну у человека В принципе Уходит около Там Лет 6-7 В среднем Жизни Нервов И всего остального И наконец-то Вот он Самое сложное Не поменять пол Это справку В нашей стране Документ Получить Что Дает справка Для перемены Документов Да И пол И все И имя потом Новое дадут То есть нужно Поменять паспорт Вот в чем вся проблема Без паспорта Оперируется не дают Что они делают Эти пациенты Могут делать Так как доведенные Уже просто до Иступления Они могут Покончить жизнь Самоубийством Они могут Самоампутировать Себе Если это мужчина Половые органы Очень часто И не довозят То есть К сожалению Да То есть Судьба у них Очень непростая Другое дело Сейчас там кто-то Вот слушатели подумают Вот нашли кого жалеть Извините Это серьезное Психологическое Несоответствие Да Психологическое Несоответствие Из-за того Что у нас Извините 70 лет Не было в стране секса Не было 70 лет Учения половых гормонов У нас Было наверное Там 2-3 специалиста Всего лишь В России Во всю На всю СССР Кто этим В Энсе были Доктора Профессора Больше нигде не было И чего Мы сейчас хотим И вот эту тему Когда мы Говорим сейчас по радио Люди даже не понимают Господи А что они разговаривают Если где-то Там пускай это будет Германия Да Англия Развитые страны Как бы мы к ним Не относились В любом случае У них по-другому К этому относятся Даже и в Америке У них там просто Эта проблема В большей степени Именно с научной точки зрения Изучена Это Да В том-то и дело Они этим занимались А мы чаще Разуждаем о том Чего и не знаем Если мы этого не знаем То значит все плохо Это вот это наш подход У них немножко Все по-другому Сколько стоит в России Сделать такую операцию И много ли Операций делается Если какая-то статистика Ну статистика Ведется естественно Но К большому счету Ну Не больше Не больше Там Вы общую статистику хотите Не российскую Не посчитаем Объясняю почему Ездят в Белоруссию А там Там и дешевле И понятие Там дешевле Батька позволяет Батька А там тоже Ну то есть Там это не в нелегальном поле Нет в легальном В легальном поле Там дешевле В легальном Да и дешевле А сколько стоит В России И в Белоруссии Ну примерно Что понимать Цена вопроса Цена вопроса Ну у нас Вот если вот Даже с кадыком Кадык не дешево Удаляется Ну давайте так В среднем возьмем Там Семьсот Тысяч Да Семьсот тысяч За все Это вот чтобы Там Да Если еще Если еще Так скажем Еще и нужно будет Там На все На дорогу На все Ну семьсот Восемьсот Но около миллиона Все равно будет стоить Это не дешево Около миллиона Чтобы воссоединить Свою сущность Да Если просто удалить яички Просто удалить яички Но Нужна справка Странная женщина Да Странная женщина Удаляет яички И ей становится сразу лучше Если Ей вот противно просто И писать стоит Удалить там Половой член Да Чтобы писать сидя Но это Практически там И ничего не стоит Но нужно разрешение Справка Пять лет жизни А то есть вот Вот так Нельзя просто так Приди и сказать Я Да Они что делают Они к сожалению Пытаются сами себе Это удалить Самые догадливые Это делают В телефонных будках Когда были Телефонные будки Вызывают скорую Спасибо Что вы это жестом Показали Да У меня прям Сжимается Все время Нашего Сегодняшнего разговора Жуть да По большому счету Почему Потому что Проблемы мало кто занимается И когда Они начинают Потихоньку Озлабливаться Да На людей На врачей Их никто не понимает Ну как понять Потому что никто не знает Ну да Они пытаются кричать А их никто не слышит Везде их пинают На работу не берут Да Родители тоже Родители тоже Кстати не понимают Это редкость Когда родители Понимают Что происходит С ребенком А если Вот Немножко там Каких устоев Таких жестких То их вообще Никто не поймет Дома Проблема Надо просто еще раз Очень четко сказать Что это не какие-то там Не знаю Заскоки В воспитании Ошибки В воспитании Дифференцировки Между гомосексуализмом Педофилии И транссексуализм Нету дифференциров Все плохо Ну вот А в случае с транссексуалами Это прям На генетическом уровне Изначально Прям закладывается Ничего Как не воспитывай Никак не воспитывай Проблем в голове То есть можно загнать Тут далеко И человек очень долго Может имитировать Жизнь в том поле В котором Недолго Быстрее закончится Самоубийством А то есть Статистика тоже Неутешительная В этом плане Недолго Все недолго А как это Постоянная депрессия Как это проявляется Ну да То есть постоянно Просто отвратительная Постоянная депрессия Все серое Депрессия Все серое Все плохо Все плохо Нету Нет поддержки Не с кем поговорить Да Боишься выпить Социально не адаптировано Они пытаются Вот в Москве Ну я-то их сразу вижу Ну да Вот пытаются они Одевать парики Пытаются выглядеть женственнее Да Пытаются как-то В метро вот даже зайдете Раз в месяц Два-три раза в месяц Обязательно увижу Еще пока Вот просто носит парик Вот просто себя чувствует женщина Все понятно Мы прервемся буквально на минутку А потом ответим на вопросы Которых много На смс-портале Разговариваем с Евгением Александровичем Грековым Разговариваем о вопросах смени пола Много вопросов Самый распространенный Я думаю вы знаете Догадываетесь Нет Испытывают ли сексуальное удовольствие Вот люди Которые полностью поменяли пол А Ну да Это вопрос И насколько у мужчин сохраняется эрекция Тут прям вот Прям засыпали смс-портал У мужчин сохраняется эрекция Так что все же убрали Женство Вернее у женщин появляется эрекция Вот так вот правильно Ну во-первых Операция проводится так Что кавернозные тела То есть тело члена Да Оно Они полностью Деструируются Да И остается только головка Плавого члена Нет Спрашивают мужчины Вот женщину Которую из женщины Сделали мужчину У мужчины есть эрекция Вот это вопрос Понятно Тут вообще Можно позавидовать Даже так Эрекция Эрекция Дело все в том Что Если из женщины Из женщины Вот она полностью Прошла трансформацию Полностью Принимает гормоны Принимает гормоны Выполнила все необходимые операции Дело все в том Что Ну мышцы Берут Либо из передней стенки живота Либо могут там С косых мышц взять Ну В принципе На что гораздо хирург Там В несколько этапов Делается операция То есть Это не быстро Несколько этапов И По большому счету По большому счету Можно позавидовать Просто напряжение мышц живота В любое время суток Просто напряжение мышц живота Это в любом акте Возникает эрекция Да Возникает В постели неутомимы Женщины от таких мужчин Редко уходят Потому что Это этот мужчина Он знает все особенности Премудрости Хитрости Женского организма Эти браки Если только сам Вот этот Нео-мужчина Не уйдет От нее Обычно Эти семьи Никогда не распадаются А вот это Ну конечно Завидовать Это сложновато В общей картине Но в этом аспекте В этом аспекте В этом аспекте Да То есть Живут душа в душу Но детей иметь не могут Не проблема это Ну сейчас можно сделать И ЭКО И можно сделать За границей ребенка Выносить его там Родить в клинике И вернуться здесь уже с ребенком Взять сперму Мужчины похожего на Нео На нашего Транссексуального мужчину Это не проблема То есть он будет похож И самое главное Эти мужчины Они считают этих детей За своих Они прям с ними носятся Там с колясками Там Ну жена женой Естественно Она занимается Но они прям Всем показывают Вот у меня сын Там или дочь У нас есть такие пациенты То есть Все замечательно Это Получаются Настоящие семьи Вот Очень крепкие Женщине конечно Которая оказалась В этой семье Женщине Ей тяжело немножко Родственники недопонимают Ну родственникам можно не рассказывать Все под ногами Но когда Вот дело все в чем Они начинают встречаться Еще Чаще Тогда Когда еще не трансформировал Полностью Вот это да Это не всем можно объяснить Родственники недопонимают Но дело все в том Что вот в таких Мужиках Иногда больше Мужиков Да Нежели В биологических Биологических Потому что это сколько мужества Надо дойти Да Вот это все я говорю Вот сколько надо сил Чтобы дойти до конца А что с женским удовольствием В женщине Которую из мужчины сделали Нео-женщина Нео Ну тут немножко все сложнее Ну если там тоже Чувствительность Через год Может быть только если у мужчины Да Если мы сделали Вот этот Нео-половой Нео-фалос Как мы называем Половой член такой Размеры тоже Могут сильно очень варьировать Да Иногда нервные окончания Прорастают Некоторые не чувствуют Некоторые получают Удовольствие головным мозгом Да Почему Потому что Сам контакт Да Вот у них все Как раз таки и происходит На Сам контакт И сама близость Что у обоих полок Что та Что эта Вся близость у них оценивается Только на уровне гипоталамуса Да Нет физического кайфа Да То о чем В принципе все привыкли думать У них он и психоэмоциональный Во время секса Многие довольны Если говорить про женщин Которые из мужчин Да Ну Они же могут еще и Через прямую кишку Получать удовольствие То есть Да Да Все Тут Тут немножечко Такой есть аспект Да Они могут получать Через прямую кишку Удовольствие Могут и через Неовагину Но Там проблемы конечно Иногда чаще всего бывают Я думаю Интерес наших слушателей Да Тут мы тоже В полной мере Вы сами спросили Сами получили ответ С чем связана ошибка природы Мы уже говорили об этом Просто слушайте не сначала Переслушайте Это действительно ошибка природы И с чем связано Понятно Главный еще вопрос Насколько сильно сокращается жизнь После операции Да вот тоже интересный вопрос Ну Дело все в том Что все говорят Что они живут недолго И все туда Да есть такой стереотип Такой момент Ну Во-первых Кто живет недолго Это те Кто ведут Раслябанный образ жизни Вот Потому что Некоторые из них Яркие личности Могут заниматься Извините И проституцией Да Эти живут недолго Те которые То есть Дошли до своей цели Живут в семьях И никто никогда не узнает Кто это был Только если там На вскрытии В патолокотомичке Лет в 90 Потому что Половые гормоны Которые сейчас Выпускаются Они не токсичные То есть Принимают свое Там например Если транссексуал И женщина У мужчин Там делает укол Например Тестостерона Раз в две недели И хоть пожизненно делал У нас мужчины Получают иногда При заместительной Гормональной терапии Тестостерон Когда свой перестает Вырабатывать Раз в две недели А если препараты Раз в два месяца Уколол И все И два месяца Все хорошо Нет вопрос Наверное имеется в виду Что это очень сложные операции Как бы для организма Это глобальный стресс Ну вот так ты жил Там жил-жил женщина А потом оп И встал Нео-мужчина Удалили В этом смысле Да нет Ну они Они от этого Избавляются С радостью От всего Нет То есть Такого нету Если после этого Вести нормальный образ жизни Нормальный образ Не выпивать Да Чаще наверное Бывшие мужчины Грешат По старинке Выпить Да Выпить там Все-таки Лебедо сохраняется Ну Такое есть Что Немножко они Порасхляпь бы не их Вот Но Это все Индивидуально Вот так скажем Опять пишет Вот люди вот не понимают Жаль до закона Вот так научно Не поговорили Про гомосексуализм Уважаемые слушатели Весь тот час Мы повторяем Из раза в раз Что гомосексуализм И транссексуальность Имеет принципиально Разные корни И люди по-другому Себя ощущают Ну вот Это вот тому о чем Вы говорили В принципе это понятно Что Вот все в одну кучу Разные абсолютно Механизмы Воздействия Внутри человека Происходят Ну Совершенно разные Совершенно разные И понимаете И сложно назвать Это все патологии Вот сложно назвать Человека Который просто Родился не в своем теле Даже Там извините И Тоже Тоже лесбиянского Патологии Да вот Или там Гомосексуализм Сложно назвать Вот педофилия Однозначно да Ну тут вообще Это однозначно Это однозначно да Прицел сбит вообще на все Да Это То есть против природы Все остальное Кто сказал где норма Вот в чем вся проблема И когда начинают рассуждать Особенно те Кто не знает Как его научили Дело в другом Что нельзя Всех под одну гребенку На западе Немножко все С одной стороны проще А с другой стороны Для нас страшнее Нельзя в нашей стране Открыто проводить Пропаганду Гомосексуализма Лесбианства Транссексуализма Это неправильно А почему Ну вернее Я понимаю Что это неправильно Когда эксперт Это по другому Пропаганду Ни в коем Пропаганду Нельзя проводить Только потому что Еще мы мозгами Не доросли Мы еще не поймем С чем мы имеем дело У нас пытались проводить Гей парады Чем закончилось И правильно Ну как бы Да Правильно Почему Потому что у нас Другой менталитет Мы совершенно Другие люди Менталитет очень простой Я не хочу знать Чем занимаются Данные конкретные люди У себя там За закрытыми дверями Спальни И поэтому Не надо этим лезть Не этим пикать Там в лицо Тем более В нашей стране Где Извините Хотели как лучше А получится хуже Ну понятно Чем лучше В германских городах Спасибо большое Мне кажется Очень увлекательно И друзья Переслушайте внимательно Кто не понял С первого раза И хороших выходных Спасибо 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 Спасибо